Всем привет! Это Капитан Наташа, и как вы можете заметить, фон сзади меня немного изменился. Дело в том, что я нахожусь не в Москве, я в Южноафриканской республике. Приехала сюда отдыхать, но решила выделить несколько часиков для того, чтобы поделиться с вами, как всегда, интересной информацией из мира технологий. Поэтому очень надеюсь, что вы поддержите меня лайком, поставьте его, пожалуйста, заранее, потому что я собираюсь подарить вам немного солнечного настроения. Я бы, кстати, очень хотела поснимать на улице, там действительно красиво, но очень жарко. 30 градусов я, наверное, просто не выдержу. Ну и плюс ко всему, там очень шумно, а я хочу, чтобы все было максимально красиво, качественно. Кстати, я сегодня, к сожалению, без оператора, снимаю себя сама на DJI Pocket 3. Классная, кстати, камера, очень удобная, компактная, вот как раз для таких путешествий, которым я сейчас занимаюсь. И да, это не реклама, это просто реально крутая рекомендация, но я думаю, что сегодня вы еще много чего узнаете, так что погнали! Начнем с того, что на этой неделе солнечно было не только в ЮАР, но и в Барселоне. Там, кстати, прошла выставка МВЦ. Мы туда когда-то ездили и все вам рассказывали из первых уст, но сейчас, к сожалению, попасть в Европу и дорого, и сложновато. Но это не отменяет того, что на выставке показали много классных штук, и вот о парочке из них я вам как раз и расскажу. Ну, во-первых, компания Lenovo привезла в Барсу концепт ноутбука с прозрачным экраном, причем экраном безрамочным и большим, аж на 17,3 дюйма. Матрица сделана по самой современной технологии MicroLED и имеет коэффициент прозрачности от 0 до 55%. Чем темнее картинка, тем прозрачнее изображение, чем светлее, тем ее лучше видно. Правда, отчего-то разрешение очень низкое, 720p. Но прозрачный экран не единственная фишка устройства, еще у него нет физической клавиатуры, вместо нее лазерная проекция. Ну, и надо признать, что выглядит ноут Lenovo так, будто бы его украли со съемок какого-нибудь фильма про будущее, и это реально очень круто. Однако, едва ли у кого-то появится возможность все-таки воспользоваться этим чудом техники, потому как дело в том, что компания не планирует налаживать его массовое производство в принципе. Ну, во всяком случае, пока что. Но даже если и наладят, то к практичности такого гаджета большие вопросики, потому что, ну вот как на нем смотреть приватный контент? И я даже сейчас говорю не про порнографию, а, ну вот, например, там переписываться в мессенджере, потому что, ну, он же прозрачный со всех сторон. Так что определенная недоработка все-таки есть. Но я думаю, что ее исправят, и даже думаю, что ждать нам не придется долго. Вторая история с МВЦ, она будет про смартфон, потому что, ну, в первую очередь, это как бы, да, мобильная выставка, и, соответственно, там было представлено очень много мобильных устройств. Но все они, как вы знаете, очень похожи друг на друга, поэтому я решила выбрать то, которое очевидно выделялось среди всех, и это Nubia Music от ZTE. И я совру, если скажу, что зацепила она меня не внешностью. Смартфон действительно выглядит ярко и свежо, так сказать, молодежно. Винцом дизайна является большая круглая решетка-динамика, которая соседствует с блоком камер. В компании уверяют, что благодаря этому мега-динамику их смартфон на 600% громче других. Правда, никто не говорит, с какими именно моделями сравнивалась эта новинка. Еще за музыкальность смартфона отвечают усилитель и некий искусственный интеллект, который фильтрует высокие частоты, что якобы позволяет устройству звучать чисто даже на максимальной громкости. Если вам и этого мало для оправдания слова music в названии, то вот еще одна характерная деталь. У новой Nubia два разъема для наушников. В остальном данное устройство это очень даже заурядный смартфон с процессором Unisoc, HD Plus экраном и 8 гигами оперативки. Ну и, конечно, когда девайс поступит в продажу и сколько будет стоить, неизвестно. Честно говоря, вот как в случае с ноутбуком, мне кажется, что это не очень практичный девайс, ну потому что, ну вот зачем ему этот огромный динамик? Слушать музыку на улице и ходить по райончику типа крутой? Ну, мне кажется, что вот эти времена, они как-то давно ушли, потому что сейчас ты можешь подцепиться, ну, практически к любой блютуз-колонке и жить в счастье. Я, правда, не очень поддерживаю такое прослушивание музыки, потому что, ребята, есть замечательный, очень крутой и удобный гаджет. Он называется наушники. Пользуйтесь на здоровье. Другим не очень красивым, но при этом довольно интересным устройством оказался смартфон от Energizer. И у вас есть буквально секунда для того, чтобы догадаться, чем же он привлек всеобщее внимание. И эта секунда уже прошла, поэтому я вам рассказываю. Собственно, интересен он тем, что оборудован гигантским аккумулятором на 28 тысяч миллиампер часов. Называется модель Hardcase P28K и весит, внимание, полкило, но зато батарея реально большая. По заявлениям, ее хватает на 122 часа разговоров. Это чуть больше пяти суток. А в режиме ожидания смартфон может пролежать почти 94 дня, то есть три месяца. Заряжается такой аппарат от блока питания мощностью до 33 Вт. На полную зарядку уходит около полутора часов, что весьма терпимо. Помимо батареи имеет почти 7-дюймовый ЖК-экран, 8 ГБ оперативки, 256 ГБ встроенной памяти и процессор Mediatek MT6789. Цена 250 евро, а старт продаж в октябре этого года. А еще это отчасти бронированный телефон, поэтому им можно защищаться от грабителей. Но я еще не уверена, что человеку, который купит такой девайс, в принципе, нужна какая-то защита дополнительная. Потому что, ну, во-первых, если он ходит с такой махиной, то он очевидный качок. Ну, а во-вторых, очевидно, что этот человек очень любит поговорить. Поэтому, я думаю, если он не побьет, то точно заговорит злоумышленника. Ну, и так как тренд последних лет это VR, MR, AR и прочие гарнитуры, очень хорошо, кстати, это показала Vision Pro. Также, да, на выставке было много-много всяких таких вещиц представлено. Но меня конкретно заинтересовали очки из Китая. Их показала ОПА, они ультралегкие и компактные. Я считаю, что это для них большой-большой плюс. Но это все-таки AR-очки. Называются Airglass 3XR. Весит такие всего 50 граммов и оснащены парой проекционных экранов с яркостью до 1000 нит. Они могут выводить интерфейсы карт, плееров, уведомлений, погоды, календаря и всего вот этого. Только важно отметить, что автономно устройство работать не может. Ему обязательно нужна синхронизация со смартфоном. На одной из дужек есть сенсорные зоны для управления, но также можно управлять очками при помощи голоса. Опять же, как обычно, только на китайском, потому что здешний голосовой ассистент работает на базе ИИ AndesGPT, китайского аналога ChaGPT, который пока не понимает даже английскую речь, к сожалению. Следовательно, первое время девайс будет продаваться только в Поднебесной. Но то, что китайцы смогут сделать эту всю историю в дальнейшем глобальной, я даже не сомневаюсь. Мне все-таки больше бы хотелось, чтобы гарнитуры все вот эти вот стали немножечко подешевле. Ну, хотя бы там чуть-чуть, хотя бы на треть, потому что сейчас самая главная загвоздка, и это все-таки цена. Так, ну что еще? Мир увидели первые прототипы Galaxy Ring. Это, если что, умное кольцо от Самсунга. Его давно анонсировали, про него много говорили, но вот только сейчас показали. И на самом деле это тоже очень интересно. Но я не хочу превращать все это видео в сводку с МВЦ, поэтому мы сейчас плавно перестраиваемся. Тоже расскажу информацию про Самсунг, и тоже она не менее интересная. Потому как тут давеча в сети появились первые рендеры Galaxy Z Fold 6. И сюрприз-сюрприз, судя по ним, новая раскладушка почти ничем не будет отличаться от старой. Смартфон станет более квадратным, с более острыми углами. По размерам он станет чуть короче и шире предшественника. Диагональ внешнего дисплея составит 6,2 дюйма, а внутреннего 7,6. Тут без изменений. О других параметрах тоже кое-что известно. Например, то, что новинка получит Snapdragon 8 Gen 3. 12 или 16 гигабайт оперативный и до 1 терабайта встроенной памяти. Еще ожидается блок камер с датчиками на 50, 12 и 10 мегапикселей, а также две фронталки на 10 и 4 мегапикселя. Ну, что-то не знаю, по-моему, как-то очень скучно. Я так думаю, что ребята из Galaxy решили нас больше никогда не удивлять и не баловать. Ну вот вы только посмотрите на рендер от инсайдера OnLix, на котором он показал, как будет выглядеть будущий Flip 6. Ну вот тут, кажется, вообще в отличие от Fold'а, внешне ничего не поменялось. По начинке, правда, пока непонятно. Возможно, туда какие-то серьезные апгрейды завезут. Но вот пока что я на это все смотрю и как-то мне, честно говоря, грустновато. Даже несмотря на то, что за окошком яркое-яркое солнышко. Так вот. Однако не только Samsung печалит, Apple от него тоже не отстает. Mobile Gamer опросили разработчиков игр для Apple Arcade и получили довольно мрачную картину о состоянии сервиса. Проблем много. Во-первых, в сервисе непрозрачная система выплат. Игроделы не понимают, как прогнозировать свои доходы, так как формула их расчета не раскрывается. При этом наверняка известно, что начиная с 2020 года, Apple постоянно сокращает отчисления. Во-вторых, стратегия Arcade крайне непостоянная. Сегодня компания расхваливает новый проект и просит его выпустить поскорее, а завтра без каких-либо причин отменяет. При этом добиться хоть каких-то объяснений от Apple невозможно. Компания попросту игнорит все входящие запросы. Соответственно, в студиях все больше и больше склоняются к мнению, что купертиновцы и сами, в общем-то, не понимают, что делать с этим всем и как это развивать. Поэтому есть два прогноза. Либо компания в ближайшем будущем свернет проект вообще, либо как-нибудь его перезапустит. Честно признаюсь, из меня мобильный геймер так себе. Я вообще, мне кажется, довольно мало играю, если сравнивать с остальными людьми. И, ну, соответственно, никакого отношения к разработкам не имею. Поэтому, ну, вот как-то я достаточно нейтрально к этой новости отношусь. При этом я могу понять разработчиков и всех, кто не совсем понимает, как это все работает. Но вы просто представьте себе вообще, каково ребятам из Apple. Вот они сидят у себя в офисе и у них только одна мысль, наверное. Мы в дерьме! Мы в дерьме! Более того, мне кажется, что у Arcade это вообще меньше из их проблем. Особенно на фоне того, что у них закрывается проект Titan. Я напомню, что там в Apple создавали электромобиль, но, видимо, что-то пошло не так. Короче, 27 февраля компания объявила сотрудникам о полном закрытии. На секундочку, над Project Titan работали около 2000 человек. Какая-то их доля будет переброшена в подразделение, которое занимается фирменным искусственным интеллектом. Остальным же скажут adios. При этом многие сходятся во мнении, что закрытие – это логичное и правильное завершение проекта. Apple занималась разработкой тачки с 2024 года. Однако, согласно публичным данным, он не принес компании ничего, кроме многомиллиардных убытков. К тому же, яблочники замахнулись почти на люксовый сегмент авто. И, по слухам, данная колесница должна была стоить от 100 тысяч долларов. Что очень много, даже при наличии логотипа в виде яблока на решетке радиатора или что там должно было быть у Apple Car. Давайте согласимся с тем, что идея была реально хороша. Но вот, как видите, не срослось. Я просто смотрю, что даже сейчас все ярые фанаты Apple не спешат покупать Vision Pro за 3,5 тысячи долларов. И я уже не говорю о машине. Но, в целом, ситуация, конечно, очень обидная. Ну, вот лично я бы хотела увидеть такую машину вживую, даже если не покупать себе самой. Короче, думаю, все расстроились. Все, кроме китайцев, я думаю, у них наоборот праздник. Но они за своей тачки клепают вообще направо и налево. И, кстати, вот если в Apple было 2000 человек, то интересно, сколько над электрокарами человек работает в Китае. Я каменщик, работаю 3 дня! Ну, вот сами смотрите. Ездящие электрокары по диагонали в Китае были. Плавающие были. Отряхивающиеся от снега были. Танцующие... А вот танцующих еще не было. Ну, и сейчас организуем. Есть такой довольно известный автогигант, как BYD. Он занимает больше 20% домашнего рынка. А с недавних пор еще и развивает суббренд Young Wang, под которым выпускает люксовые тачки. Так вот, недавно он анонсировал электричку U9, которая похожа на все гиперкары сразу. Lamborghini, Maserati, McLaren и еще бог весь что. Мощности в ней, ну реально, до одури. И 960 киловатт, что равно примерно 1300 лошадиных сил. Разгон до сотни за 2,36. Максималка 310 километров в час. Запас хода 465 километров. Есть также интеллектуальная подвеска Disus X, благодаря которой машина может делать унц-унц в такт музыки. То есть, типа танцевать. Но это, конечно, фишка ради фишки и не более того. С салоном все тоже хорошо, за исключением мультимедийного экрана. Он имеет очень толстые рамки и диагональ всего 12,3 дюйма. Что, по мнению некоторых, как-то не солидно для машины дороже 20 миллионов рублей. Смотрите, в целом вопросов к этой тачке у меня практически нет, кроме одного. Потому что, да, дизайн у нее пушка. И, конечно же, по характеристикам там тоже все очень сочно. Но зачем вот эти танцы? Типа, для чего они нужны? Но вообще BYD делает крутые вещи. Я ничуть не удивлена. Последний раз в этой машине я пела в караоке. И несмотря на то, что в вопросах машин китайцы, очевидно, разбираются лучше, чем Apple, все-таки у яблочников тоже есть козырь в рукаве. Потому что они шикарно, просто идеально занимаются производством слухов про свои будущие устройства. Вот сегодня как раз поговорим, и не переживайте. Говорить мы будем не про iPhone 16, а про iPhone 17. Судя по последним сливам, в Apple услышали мольбы самых глазастых фанатов айфонов, поэтому решили добавить в базовые модели 2025 года ProMotion Display с частотой до 120 Гц. Одним из производителей нужных матриц выступит китайская фирма Boye. Якобы она уже близка к подписанию договора с Apple и начала под это дело собирать новые производственные линии. Позже к ней могут присоединиться еще Samsung и LG. Ну и да, напомню, что кроме плавной анимации, ProMotion экраны позволяют реализовать в базовых iPhone 17 функцию Always on Display. Про модели прошек тоже есть немного инфы, инсайдеры обещают как минимум подэкранный блок Face ID, а также все три основные камеры с разрешением 48 мегапикселей и фронталку на 24 мегапикселя. И вот несмотря на то, что с фронталкой звучит прямо вот сейчас очень хорошо, все-таки нужно понимать, что не в мегапикселях счастье, это показывает практика всех фотосравнений. Ну и опять же, да, это все еще слухи, случится это все только через год и мне кажется, что там уже 10 раз все поменяется. Но в любом случае, моя задача здесь вам все рассказывать, да, что там летает, витает, про что говорят. Я со своей задачей, мне кажется, справляюсь отлично, поэтому напоминаю, можно поставить лайк, мне будет очень приятно. Так, что я вам еще не рассказала? Ну вот я начала смотреть сериал «Аватар. Легенда о банке» от Netflix. Я на самом деле являюсь большей фанаткой этой истории и вот мультяшную версию, да, я не знаю правильно, можно ли называть ее аниме, я смотрела полностью, даже, по-моему, несколько раз и непосредственно ждала этот сериал. Честно говорю, что я пока что на первых сериях и еще не успела полностью составить свое впечатление, поэтому я буду делиться с вами чужим мнением на этот счет. Например, в первую же неделю «Аватар» возглавил чарт Netflix с показателем 21,2 миллиона просмотров. Это, если что, сильно больше, чем у другой хитовой мультиадаптации от Netflix в «One Piece». С оценками критиков же у сериала рекорда не случилось. 60% свежести на Rotten Tomatoes и 56 баллов из 100 на Metacritic. Но, как это обычно бывает, что плохо для обзорщика, то хорошо для простого зрителя. Пользовательский рейтинг у этого «Аватара» куда выше. Так что, думаю, сериал спокойно, можно смотреть дальше. А еще смешную историю вычитала про этот сериал, что один из актеров, который пришел на кастинг, до последнего думал, что он пробуется на роль в новом фильме Джеймса Кэмерона. Проблема не только в нем, конечно же. Он, во-первых, сам не знал, да, историю о Банге, а во-вторых, сам Netflix маскировался до последнего, и они даже фейковые сцены давали актерам для проб, поэтому вот такая история вышла. И я вот что-то подумала, а зачем маскировать кастинг? Какая-то странная история. Так можно, в принципе, и в «Бразерс» попасть. Кстати, может быть, лысый из «Бразерс» там так и по факту и оказался. Вообще, приходил на кастинг изначально сниматься в новом фильме Нолана. Ну и в конце, конечно же, цум недели, потому что все мы знаем, мода скоротечна, и мы должны понимать, что стиль, а что не стиль. В общем, компания ASICS совместно с французским брендом TARIT выпустила довольно-таки странные тапки, которые выглядят как кроссовки ASICS, переделанные на скорую руку в тапки. И да, у этого фасона, как и у многих других модных вещиц, есть специальное название – мюли. Говорят, кстати, что, несмотря на небрежный вид, это довольно удобная обувь с толстой подошвой, пригодная для ношения на улице. Что-то вроде кроксов, но на суперстиле и дороже. К слову, о дороговизне ASICS за новинку просят 400 долларов, то есть около 40 тысяч рублей. Мне бы, на самом деле, сейчас такая обувь вообще не помешала, потому что в шлепках я долго ходить не могу, они мне натирают. А вот тут вроде как тканевая обувь должна быть удобна. Задумаюсь. На самом деле, действительно, думала, из холода уеду там, где тепло, и не буду страдать. Но все равно страдаю только теперь от жары. Честно говоря, даже особо есть не ем. Вот такими йогуртами перебиваюсь, питьевыми. Ну и, конечно же, да, много-много фруктов употребляю. Что ели вы во время просмотра? Обязательно пишите в комментариях. А я отправляюсь смотреть на пингвинчиков. Да, прикиньте, в ЮАР живут пингвины. Вот такой вот интересный факт. Кстати, даже он заслуживает отдельно вашего лайка. Поэтому не забудьте поставить. Я надеюсь, что мне удалось вам немножко солнца передать через экран. Мне, во всяком случае, бы этого очень хотелось. Ну, а на этом у меня все. Всех целую. Всем пока.